Большой привет! Меня зовут Марина и сегодня будет парфюмерное видео именно сетевой парфюмерии. Это компания Avon. Кто-то любит парфюмерию, кто-то терпеть не может, обходит ее стороной. Я отношусь к этой компании средней. Есть у меня все любимчики, есть ароматы, которые мне не нравятся, которые так-сяк. Но сегодня я покажу всю коллекцию. Особо сильно не буду подробно называть, возможно, самые основные нотки в этих ароматах. Но сегодня именно полноценная коррекция у меня именно Avon флаконов. Все они у меня хранятся в коробочках, но коробочки это так долго, каждую выставлять, доставать и занимать много места, поэтому придется показывать без коробок. Ароматы бюджетные, достаточно доступны просто всем, на любой нос, на любой кошелек. И лучше всего их, конечно, покупать, если вы являетесь зарегистрированным клиентом компании Avon. И все это здорово покупать, конечно, со скидкой. Лично я являюсь не представителем компании, а просто покупателем. И покупаю все со скидочкой. Это приятно. Так, первый аромат пошел вот такой. Всем известный Attraction Rush. Флангер классического аромата. Флакон, который мне нравится. Он выглядит достойно, прилично. И, по-моему, считается что-то вейвент типа люкса. Аромат 2017 года яркий, фруктовый, пудровый, позитивный, стойкий и шлейфовый. Я его ношу, мне он нравится. Далее аромат, который мне нравится, уже поменьше. И я его вот поносил немного, ну и потом остановилась. Это Avon Eve Alluring. Линейка вот таких вот ароматов. Ну, здесь просто флаконы другие, так как здесь 100 мл, по-моему. Ну, да. Флакончики очень симпатичные. Оригинальные у них свои собственные. Это уже восточно-цветочно-древесный аромат. Здесь и сливы, и нероли, и сандаловое дерево. Тоже яркий такой. Для меня он какой-то шампунистый. Многим он, кстати, нравится. И он у меня, не будучи на... Все хранится у меня в коробках, я уже повторяю. И он даже в коробке у меня потерял свой цвет. То есть был фиолетовый вот такой. А стал вот такого вот непонятного цвета. Но аромат ни в коей мере не поменялся. Симпатичный сливовый аромат. Следующий, это уже, можно сказать, ретро-аромат компании Avon. Многими любим, многими ненавистен. Вот я сейчас себе брызнула на руку его. Но это аромат моего такого среднего возраста. После 30 лет, которым я душилась и зимой, и летом. В общем, круглый год. И мне всегда делали на него комплименты. Я этому была рада. И с удовольствием приобрела еще два флакона про запас уже в нынешнее время. Это роза, это почули, это шипор. Видео буду показывать все подряд ароматы. И мужские тоже. Выбираю что-нибудь высокое. Вот высокий мне попался такой мужской аромат. Individual Blue Unlimited. Покупала его сыну. Как видите, сына еще мало попользовался. Почему-то он мне не почует эти Avon ароматы. Они ему нравятся меньше всего. Пользуются основным либо Reflame, либо какими-то другими. Очень любит удовые ароматы. Рабские. Вот. Это аромат 2017 года. И покупала я его именно из-за ноты имбиря. И он такой специевый, освежающий поливашка. Приятный, молодежный, для любого возраста. И вот целых 100 миллилитров. Поливайся, заливайся. Мне лично нравится. Так, Avon Pure. Не всеми далеко любимый аромат. Не всеми оцененный. Вот такой флакончик. Но он мне нравится. Это 2017 год. Глоток свежести. Как сам бренд говорит. Действительно, это так. Чайный аромат с фруктами и мускусом. Хорошо освежает. Не знаю, как домашний. Просто замечательный. Но его, по-моему, уже вывели. Возможно, остатки еще продаются. Такой хороший, свеженький аромат. И на лето, и на круглый год. Мне лично стиральным порошком он не пахнет. Также есть у меня и мужской. Опять залопаются у меня флаконы. Потому что руки кремом смазаны перед съемкой. Вот такой Pure. Мужской аромат. Этот аромат, конечно, у меня уже стоит для мужа. Он также освежающий. Аромат чистоты. Но более древесный. Естественно, мужской. Он не унисекс. Ну, мне нравится на мужа, как домашний аромат. Прекрасно он пользуется. И не только дома, даже на работу. Время только начал им пользоваться. У меня оцененная парочка. Но достаточно за свои деньги. И она очень приятно, освежающе пахнет. Освежается. И работу делает. Для чего и предназначены эти флаконные ароматы. Это цитрусы. Белый перец. Деревяшки в виде белого кедра. И даже бывает, в них появляется нотка озона. Одна из ароматов. Моя любимая линейка компании Avon. Это линейка Imory. Нравится. Даже то, что такие одеколонистые флаконы. Все равно они мне нравятся. И здесь даже кружавочки прямо в тему. Недорогие, но достойные. И за эту цену просто превосходные. Ну, по крайней мере, на мой нос. И при том прессе у меня есть такая путаница. Есть аромат. Вот такой с кружевами Imory. Который я вам показываю. Celebrate Edition. Так и называется. Посмотрите. А есть такой же аромат. Просто Imory. И без кружав. Говорят, что он вроде бы другой. Отличается от этого. Я раньше думала, что это лимитированная коллекция. Просто классический аромат выпущен. В таком праздничном флаконе. Как я понимаю, видимо, это не так. Кто знает, напишите, пожалуйста, чем отличается Imory от этот. Красивый, нарядный. От классического. Если они совершенно разные, то я хотела бы прикупить еще, наверное, и классический вариант. Который просто без всяких рисунков и самый строгий. Про этот аромат пишут, что он 18-го года. Естественно, что он шипрово-цветочный. Бергамот, роза, фиалка, почули и сандал в него входят. Все эти нотки в нем присутствуют. Сейчас сбрызнула, чувствую и почули, и сандал. Шипр, все в нем есть. Это аромат, который прекрасно зайдет в театр, в ресторан. Он, в общем, такой, знаете, ближе к классическому. Достойный, стойкий. И даже в чем-то есть небольшой шлейф имеет. Далее, самый мой любимый из этих ароматов. Это вот самый убойный. Это Imory Elixir. Это очень ягодный аромат. Он уже 15-го года или 17-го года. Он цветочно-восточный. Я его люблю. Он очень яркий, насыщенный. Сыщенный может даже сильно вас придушить. Он ежевичный, он розный, он ванильный, он сладкий, и амбровый, и почульный. Все это в нем живет. И я люблю за его такой бешеный темпераментный характер. И он у меня веселушный такой ароматик. В принципе, в этих ароматах есть ноты такого ликера, алкоголя. И в этом чувствуется тоже. И Мери Фэнтези, как он настоялся в нем. Прямо алкоголь вообще круто чувствуется. Раньше он был с сахарными конфетами. А теперь он еще и алкогольный. Это аромат 15-го года. Извините, с 17-го года ко мне. Что-то 15-й год влипнет постоянно. Сладенький карамельный аромат с алкогольными нотами. Ваниль. Тут лесной орех. Я не скажу, что я его чувствую. Многие чувствуют. Но если его пофантазировать, то я его прямо, знаете, тот из скорлупу ореха тоже, наверное, как-то вычленю. С цветочками. Настойчивый, яркий, позитивный. На любой возраст. Продолжает его и Мэри Корсет от Эйвен. Вот такой. Он, по сути, должен быть такой эротичный, сексуальный. Здесь уже много чего намешано. Здесь есть и нота ликера, и малина, и роза. Сюда примешали какао, который я что-то перестала чувствовать. Поначалу, пока он был посвежее, как-то я еще улавливала что-то масло именно. Сейчас как-то больше алкоголь чувствую. Сладко, сандаловый, алкогольный аромат. Он похож на предыдущий. То есть, он везде все успел похватать. И он такой более нейтральный. Но он такой же яркий и насыщенный. В общем, ароматы на любителя. И первые два и Мэри, которые стоят в флакон, их можно отнести к ретро. То есть, ощущается в них нотка ретро. Если вам такие ноты не нравятся, на них тогда лучше не смотрите. Конечно, без фара-вейл у меня здесь не обошлось. У меня еще старые версии. И мне нравится, что он старый. Хочется именно таким его и сохранить. Это тоже можно назвать его ретро-ароматом. В 90-х годах выпуска, в 94-м году. У него большая пирамида. Амбровый аромат, где есть и сандал, который слышен, и гордения, и кокос, и мускус, фиалка, ваниль. Чего там только не намешано. И ланг, и ланг, жасмин есть. То есть, он такой не всеми любимый аромат. Шлейфовый и стойкий. Мне лично он нравится. Для меня, мне кажется, он каким-то отпускным. Сейчас осень, зима, весна. Замечательно просто заходит. И, конечно же, к нему присоединился у меня такой же его фланкер. Фаровый голд. Также в старом варианте. Успела я купить еще в старом варианте. Очень миленький, красивенькое оформление. Мне нравится. В чем-то вымазала. Походу, в туши, наверное. Ароматы очень похожи друг на друга. Фаровый голд. Единственное, что более цветочный. И более жасминовый для меня. И из-за этого он более острый. Резкий. И из-за этих резких нот он более цветочный. Для меня более тяжелый, нежели первый. Но все же, как они смотрятся в коллекции вообще. Посмотрите. Видите, такие два камушка замечательных. Ну, естественно, не обошел меня вот такой флакон, как Фаровей Рибель. Мне нравится цвет стекла. Градиент этот прекрасный. Но мне не нравится форма флакона. Очень грубая, неказистая, непонятная. Достаточно. И дурацкая вот эта крышка. Цвет красивый. Все остальное мне не нравится. Аромат яркий, позитивный. Шлейфовый, стойкий. Аромат 2018 года. Цветочно-фруктовый, сладкий. И он для меня ягодный. Черная смородина. В разных пирамидах написано совершенно разное. Где-то пишут, что это слива. Где-то пишут, что это смородина. В общем, непонятно. Где-то пишут, что это взбитые сливки. Кто-то пишет, что это черно-смородиновый ликер. Ну, для меня в сторону смородина больше слышится, нежели в сторону сливы. В нем и апельсиновый цвет. И даже ланды с жасмином. То есть цветы тут есть. И почули, и амбра, и, естественно, ваниль, и соленая карамель. Кто-то говорит, что попкорн. И шоколад. Вкусный, гурманский, комплиментарный аромат. И знаю, что просто многие его любят. Просто обожают. Но вот этот флакон мне уже нравится намного больше. Так же, как и предыдущие, те классические. Он хорошенький, он гладенький, он более аккуратный. И он также имеет градиент, что очень приятно. И на нем есть эта классическая кисточка, которая мне тоже очень нравится. Хорошее оформление мне, но зашло. Мне кажется, достойное. Это аромат уже 2019 года. Он опять с ягодами черной смородины. В нем и перец, и рис, и апельсиновый цвет. Опять же, есть почули, которые чувствуются. Ваниль. Который просто нет ни одного аромата в линейке Фаравей, чтобы там не было ванили. Обязательно ваниль. Аромат на работу, на каждый день. Можно даже применить как вечерний, хоть в театр. Пожалуйста. А он никого не задушит. Он, кстати, не очень для меня шлейфовый. Он такой аккуратненький весь. Он такой, извините, извините, не хотел обидеть. Я весь такой хороший, но я такой классический. Я интеллигентный. Я и цветочный, я и фруктовый, я и сладенький. Всем хочу угодить. Не самый яркий аромат в линейке. Но очень такой, знаете, если бы у меня было очень мало ароматов, я бы его носила бы, носила бы каждый день без проблем. Но единственное, из-за того, что у меня их очень много, и не только эвановских, естественно, к нему у меня рука не очень часто тянется. Так, мужской аромат тоже надо показать. Он мне нравится, и он считался изюминкой. Он уже снят, он считался изюминкой в компании Avon City Parfumery, так как он не типичен для Avon. Он имеет собственный характер, он какой-то особенный, но не для всех. То есть это для мужчин больше, более старшего возраста, как минимум за 30 и за 40. Мужу покупала, мужу нравится. Для меня он пахнет опилками, такими свежими, сочными. Вот муж мой пилит, бывает занимается деревом, и вот он пахнет именно этой хвоей для меня. Мне он нравится, мужу нравится, как видите, Destination Grand Canyon. Вот так выглядит, но он, к сожалению, уже снят. Очень необычный аромат, не для каждого зайдет. Но моему мужу зашел, я была очень рада. У него простое, но достойное оформление. Фужерно-древесный, 15-го года. Направление аналог такое, терры от Гермес. Осень, зима, весна, прекрасный аромат. В нем и цитрусовые, и розовый грибфрукт, ну тоже цитрусовые. Смолы есть, которые чувствуются, и мускатный орех, фиалка, атлаский кедр, ветивер, кожа. Ну, единственное, что у него есть такой минус, он неси настойки. То есть он в средней стойкости. Хотелось бы более, чтобы он был убойный, чтобы кожа его прям держала. Но кожа здесь не сильно, не самая главная нота. Поэтому и он тут так вот, знаете, чувствуется первое время. Но потом кто-то девается, уже его не чувствую. Но если он на волосах находится, и в конце дня я, допустим, нос засуну в волосы своего мужа, то я чувствую этот Grand Canyon. Ну и надежде остается. Но опять же не шлейфовый. Первый час еще что-то слышится, полчаса. Но потом шлейф испаряется. Это, по сути, единственный минус этого аромата. Но более стойкий и более шлейфовый. Это уже другой мужской аромат, который мне нравится. Покупала тоже для своего мужа. Это маска вулкан. Днечко масков. Цвет воды мне нравится, что он такой же. Какой-то, видите, цвет типа лавы, какой-то земли, землянистый. Аромат насыщенный, сладкий. С 17-го года древесно-фужерный. Кардамон с Гватемалы. Итальянский лимон. Вот яблоко там... Ну, фрукты чувствуются. Но не сильно выраженное яблоко для меня. Брызнула еще раз. Нет, яблоко все-таки чувствуется. Гвоздика, пачули. Нота лавы. И самое, что интересно, стеракс, мускус. Мускус чувствуется хорошо. В общем, такой шершавый, брутально сладкий аромат. Но стойкость у него не убойная. Он стойчив. То есть просто он яркий, его дольше слышно. Но стойкость у него, опять же, средняя. На одежды на следующий день остается. Но шлейфа так я уже особо не чувствую. Но первый час шлейф за мужем так это близко к нему бегает. Далее не обошел мне такой аромат, как Максима. Флакон. Зацепил флакон. Красивый. Хоть и пластиковая крышка, но вот этот свисающий листик, который можно как угодно поставить. Сосуд. Что-то античное. Симпатичное. Какая-то амфора. Аромат комплиментарный. Сразу могу сказать, как флакон всем нравится. Стойки, шлейфовые. Естественно, это много ванили, пачули и фруктов. Просто схожие ароматы у меня уже есть. А это что-то очень похожее. Поэтому я не очень была ему рада. Но сам аромат добротный, хороший и стоит своих денег. Ну, естественно, их покупала в паре. Я не могла не упустить этот флакон. Вот такой красивый, который похож на рыцаря средневекового. Либо на какого-то гладиатора. Ну, красивый, необычный. Ну, конечно, естественно, он мне зацепил. Максим. Да еще такое имя, знаете. Которое моего сына. Как его не купить? Ну, почему-то сыну он не очень зашел. Типичный такой, знаете, аромат Эйвон. Но он очень приятный. Аромат 19-го года также. В нем слышатся и фрукты, и он и древесный. В нем присутствует морская соль, кардамон, корица, кожа. Он немного сладкий, приятный. Но есть у него вот это вот. То ли морская соль дает, типа металлическую такую ноту. Не всем эта нота заходит. Аромат, не знаю, ну, вполне хороший аромат Эйвон. Такое шикарное оформление. Естественно, он даже для коллекции просто имеет. Пусть стоит. Муж, сын его носить особо не хочет. Муж бы у меня уже давно начал его носить. Сыну моему уже за 20 лет. Еще нет 30. И он говорит, что он слишком взрослый для него. Ну, не знаю, значит, этот аромат, видимо, за 30 лет надо покупать. Парня, мужчина, молодым. А так, приятный. Думаю, что со стойкостью здесь средняя однозначно должна быть. Потому что у меня сын практически его вообще не носил. Я вот даже сказать о нем ничего не могу. Я забыла, что у меня еще есть аромат Far Away Bella. Вот такой. Покупала, конечно, я его из-за оформления. Мне он нравился. Это самый был последний выпуск уже Far Away Bella. Раньше были другого цвета бантики. Там еще есть Far Away. Была раньше Bella Sunset. Это просто Far Away Bella. Милое оформление. Все бы хорошо. Единственное, что мне здесь не нравится. Дешевое стекло. Здесь такое бутылочное. Не сильно прозрачное. Это даже видно. Но дизайн очень милашный. Очень хорошенький. И прям такой девичий. И женственный. И для столика просто заходит на столик стоять украшать. Это аромат, как я понимаю, еще 2013 года. Он цветочный. Уже, естественно, не выпускается эта снятость. У него и тарятский крементин ходит в него. И магнолия китайская. Бобы тонко. Сливочный аккорд. Именно бабовку тонко. И какая-то бразильская сельва. Не знаю, что это такое. Он средней стойкости. То есть он не мало стойк, но средней стойкости точно. По крайней мере, он уже у меня настоялся несколько лет. Ну, я шлейфа особо тоже не слышала от него. От себя. Поэтому ничего не могу сказать. Знаю, что многим нравится. Многие вообще считают его пустышкой. В общем, опять же, мнение делится. Для меня он приятный цветочный аромат. Где слышатся и цитрусы, и горькая нота цветов. Очень миленький. И не супер особо стойкий. Еще один из достойных ароматов компании Avon. Это Attraction классический. Он у меня в таком маленьком флаконе 30 мл. Кстати, эти флакончики 30 мл мне тоже вполне нравятся. Мне кажется, они достаточно прилично выглядят. Вот видите, с рисуночками они. Каждый свой аромат. Аромат 2015 года. Цветочный, древесно-мускусный. И груша в нем. И ежевика, и розовый перец. Он, конечно, не так усадкий, как Attraction Rush. Он более спокойный. Более интеллигентный. Также в нем есть и черная орхидея, жасмин, мускус. И амбра, мадагаскарская опять же, ваниль, пролины, лабданум. У него нежная, приятная сладость. Фруктовая. И также цветы чувствуются. И даже легкий такой дымок. То есть присутствует некая такая дымность. Которую вообще даже не каждый может услышать. Ну, я еле-еле улавливаю ее. Она совершенно не мешает. И даже эта нотка, мне кажется, дает плюс этому аромату. Хороший аромат в офис, куда угодно. Классический для Эйвана. Ну, как классический? Не смысл старой школы. А такой. Для всех он. Приличный, хорошо скроем. Шикарный флакон компании Эйвана в сетевой парфюмерии. Это вот этот. Очень нравится. Красавчик. Бантик. Замечательный. Снимать надо вот так. Это просто лак классический. Я его люблю. В первую очередь за флакон. Во вторую. То, что он просто очень яркий, позитивный. Просто создает настроение. Очень фруктовый. Аромат 2014 года. Это аромат удача. Восточно-цветочная группа. Что тут только нет. Красные ягоды, мандарин, бергамот, цветы белые, сандалы. Вот как раз-таки вот это сочетание нот мне дает ноты зеленого яблока. Я не могу ничего с собой поделать. Вот даже когда слышу зеленый яблок и в большом количестве нарезанное, я слышу ноты этого аромата. Мне сразу гулак приходит в голову. Вот. Не все слышат почему-то эти ноты. Кто-то слышит, я слышу. Кто-то не слышит. Но это все индивидуально. Ему достаточно стойкий. Дает легкий шлейф, не сильный. И он постепенно выветривается. Потому что мне и мама им пользовалась, и сестра таким ароматом. Этот аромат им тоже нравится. Гу сказать, что он удушающий. Нет. Он при этом какой-то свежий. Он здесь сладость яркая, но она не удушающая. Мне от него никогда не болит голова. Ну, флакон, конечно, украшение туалетного столика. Конечно, я обрадовалась, когда увидела в продаже вот такой флакон. Была новинка прошлого года, 20-го. Avon Like Me. С нотой шампанского. Все это вроде как здорово. Красивый градиентный флакон. Мне нравится. Ну, даже пусть... Ну, ладно, поменяли крышку. Главное, у меня бантик один есть. Вот если бы не было бантика, мне было бы обидно. А так как у меня есть один флакон с бантиком, мне тут, знаете, я уже спокойно оттащусь к этой крышке. Флакон красивый, но аромат меня... Мне лично он не подошел. Первые ноты хорошие, прекрасные. В принципе, такого фруктового шампанского. Это древесно-фруктово-цветочная. Туалетная вода, кстати. Здесь и яблоко, которое вроде бы мне нравится. И мускатный орех, и лаванда, и черный перец, бегомот, и амбра, мох, говояк. В общем, вроде бы ноты все такие неплохие, но я не знаю, что дает мне какую-то ужасную химозную ноту. Вот мой нот слышит. Я смотрю, что мало кто слышит эту ноту противную, которая идет практически от начала и до самой базы. Вот она проносится прям такой красной линией. Для меня неприятный нос просто. Не знаю, что это. То ли это говояк такое дает. Я не знаю, как он пахнет. То ли это смесь ароматов. То ли это мускус такой вонючей бензиновой ноты. Просто не могу ничего с собой поделать. Возможно, у меня что-то с гормонами реагирует на этот аромат неправильно. Но, короче говоря, я не могу его носить вообще. Вообще не могу. И он был моим просто расстройством. Также я взяла для себя. Ну, для себя, не для себя. Но, в первую очередь, естественно, я хотела для себя этот аромат взять. Мужской. То есть, это парный аромат и лайки мим. Вот такой красивый градиент и флакон. Мне очень он нравится. Красиво смотрится. И прям, знаете, не стыдно на подарок его подарить. Красиво, да? Это древесный фужерный аромат. Здесь также есть и мандарин, и яблоко, и перец, и лист корицы, и орех мускатный, розмарин, витир, амбра, пачули. Все вроде бы хорошо. Вообще, он считается унисексовым. Но все же, кстати, и стойкий достаточно, и шлейф у него такой легкий присутствует. То есть, вроде бы все хорошо. Но единственное, что он в базе скатывается прям в мужскую базу. И из-за этого я на себе носить не могу. При нанесении где-то в сердце аромата все мне нравится. Унисексовый, приятный, освежающий. Но база становится просто мужская. Из-за этого я пару раз попользовалась. Нет, думаю, мужчины в базе пахнуть я никак не хочу. Поэтому все-таки я его отнесла к мужскому аромату. А так он, конечно, при нанесении приятный. И цитрус, и действительно освежающий. Легкая сладинка в нем. Что-то спецовое, видимо, это корица с этим орехом. Легкая фруктовость. То есть, он такой приятненький. Прямо на этом, мне кажется, многим понравится. И офисникам, и любым, в принципе, мужчинам. Так что на подарок зачетный будет для мужчины. Ну, для меня лично не унисекс, как я хотела. И он прекрасно подойдет, не знаю, мне кажется, и молодому парню. И только 30-летнему, 40-летнему. То есть, на любой возраст совершенно. Наверное, в компании Эйвен этот аромат, как персив классический, тоже уже можно считать каким-то ретро-ароматом. Так как у нее есть такая некая нотка, которая его немножко туда относит. Мне нравится этот флакон. Я считаю, что для компании Эйвен он прекрасный, красивый. Это лед. Хороший дизайн. Поэтому, конечно, мне приятно иметь его в коллекции. Аромат 2000 года. Это цветочно-пряный фруктовый аромат. Тут, опять же, есть и перец, и фрезия, и гвоздика, которая может напрягать вас. И дамасская слила, и груша, и ламк, сандал, мускус, и ваниль. Многие слышат здесь грушу. Я груши не слушаю как таковую. Я больше слышу, наверное, какую-то фантазийную грушу компании Эйвен. Но никак не грушу настоящую. Считаю ароматом достойный. Он такой прям с характером. Сидит крепко, цепляется. Звучит недешево, что мне нравится. Но имеет эту горькую ноту, которая многих раздражает. Я думаю, это как раз перченость. Вот эта перца, гвоздики, перемешку дает эту горечь, которую не все любят. Аромат достойный, на самом деле, и необычный. Естественно, у меня есть персив дью, который любят, конечно, все. Он более проще, и он поливайся, заливайся. Это аромат обливашка. Он более такой нежный, более приятный, освежающий. В большинстве даже летний. У меня не в классическом флаконе, как вот стандартный классический персив, а в такой тридцаточке идет. Вот такой вот еще с бельмом на спине. Он, конечно, не такой строгий. Он фруктовый, он веселый, он более задорный. Он выпущен 11 лет позже, 2011 года, своего предшественника. И он более водянистый. Он, в принципе, относится к группе цветочно-водяные. Водяные. Нет, водяные. В нем и лимон, и белая фрезия, и дыня, и жимность, и морская вода, абрикос, мускус, андаламбра. Все слышат в нем дыню. Есть что-то такое, нечто какие-то отголоски. Но все-таки дыня для меня это в другом месте, в другом аромате. Это в аромате Арифлейм. Вот там я действительно слышу сладкую, спелую дыню и ей наслаждаюсь. Это аромат Вандерфлауэрс. Такой красивый флакончик. Здесь же дыня совсем не такая. Она, видимо, какая-то зеленая, недозрелая. Но аромат мне нравится. Он очень приятен. Ну, как видите, пользуюсь им что-то не очень. Ну, потому что мне много ароматов. Также в тридцаточке у меня есть черное платье, которое по-своему аромат такой классический, хороший, офисный и вообще на любые случаи жизни. Little Black Dress. Это вода парфюмерная с 2001 года. Цветочный, древесный, сладкий аромат. Где цикламен, кориады, римбич, жасмин, цветок абрикоса, горден, нилан, клан, розовый пион, мускус, андал, японская слива. То есть он фруктовый, он цветочный. У него чувствуется сандал, но мне все же в нем чего-то не хватает, чего-то нет. Знаете, прям какой-то изюмин такой не хватает, что прям мне очень он нравился. Он для офиса хорош, потому что в нем все в меру. Он и фруктов в меру, и сладости в меру, цветочность в меру. Поэтому я взяла вот такой от Антонио Бандерас аромат, который мне тоже застоялся. Вот сто лет ему уже. Вот. И смешала их между собой. Такая концентрация, которая мне нравится. И он стал более интересен. То есть как я их смешала. Я взяла просто атоматер, доливала туда-сюда эти жидкости, пока мне не понравился сам аромат. Именно так, как я его чувствую на мой нос. Ну и в итоге получилась такая приятная водичка, где стало хватать и того, и другого. Потому что вот этот аромат мне тоже какой-то вроде бы приятный, хороший и гармоничный. В то же время опять мне чего-то не хватало, так как и в этом черном платье. В общем, в обоих ароматах чего-то не хватало. Я их объединил, осталось всего хватать. Он стал более стойкий. Этот вот ребенок их. И шлейфовый, кстати. Очень стойкий стал при всем при этом. И комплиментарный. Мне уже столько раз сделали комплименты на этот аромат. Даже спрашивали, что за аромат. Знаете, я сказать не могу, потому что их понамешало. И мне в этом признаваться не очень-то хочется. Так, мужской аромат мужа моего, который мне очень нравится. Стойкий, шлейфовый, красивый, брутальный, стекло-черная, красота. С 17-го года фужерный. Тут и черный перец. Мне очень нравится перец, и он в мужских ароматах. Больше всего бергамот. Амбра, му, говаях, 200 фруктово-цветочный, цветочная, туалетная вода. Чувствуется вот это яблоко очень зеленое. Такой свежий, бодрящий. В то же время он не для молоденьких мальчиков. За 30 лет запросто. Ну, хотя, знаете, на любителях, кто что любит носить. Не знаю, для моего носа он очень притягательный на мужчине. Чисто мужской аромат. Также у меня есть, естественно, покупала ради флакона. В первую очередь, Эвен Лайф от Кинзо. Вот у меня теперь ароматик от него есть, от Эвен. С прекрасным вот этим, вот таким цветочком. Это аромат 2016 года. Группа цветочек, интересно, мускусные. Прекрасный чайный, белый чайный аромат. Водяное лилие. Здесь красное яблоко, опять же, фиалка пион. Пачули, амбретто, даже и рис ходит. Мускусный аромат. Крышечка это фиалка. Символ семейный, это семейкинзо. Аромат приятный, мне кажется, для офиса, каждодневный. И он и на праздник прекрасно подойдет. В первую очередь, это цветы. Водянистый, прохладный аромат. Никого не задушить, не убьет. Звучит недешево, достойно. Ну, иногда я чувствую, как будто бы он замыливается. Говорят, что дает замечательный шлейф. От себя не могу сказать, от себя шлейфа я не слышала, ни от кого не слышала, ничего сказать не могу. Но если он дает шлейф, то это просто супер. Аромат на круглый год. И опять же, на любой возраст. Но если вам не нравятся эти водные ноты, то аромат вам точно не подойдет. Потому что не все эти ноты любят. Появился у меня такой интересный аромат, как Мисс Мирайс, классический. В красивом флаконе, синий. И вот такой, жидкость в нем видна, просвечивается. Аромат мне понравился. Мне показался он даже достаточно достойным. Вот так выглядит он сам по себе. И он, кстати, еще есть в продажах. Он полностью его еще не вывели. Аромат был выпущен еще в 1992 году. Это уже перевыпуск 19-го года, как я понимаю. В составе белый персик, розовый пион, фрезия, лайм, нероли, жасмин, садаловое дерево, бобы тонкое, ваниль. Очень достаточно стойкий шлейфовый аромат, как я слышу на себе. В помещении, на улицу еще не выгуливала его. Ну, когда на полне, очень даже чувствовала. Прям легкий флёр вокруг себя. Действительно, он такой мягкий, персиковый. Легкие цветы. Бобы тонко еще хорошо его смягчают. Это легкая ваниль. Он такой весь приятный, обволакивающий. Мне кажется, достойным ароматом Вейва на мой нос. Рада, что у меня есть в коллекции. Конечно, у меня есть аромат из некий ТТА. Today, tomorrow, always. Это у меня абсолют. Самый насыщенный, самозубодробительный, сладкий, цветочный сандаловый аромат. Его сняли. Я рада, что он у меня есть. 16-го года. В нем и коллабридский бергамот, и ныролицы, только апельсина, сандал. И эти ноты очень яркие, мощные, настойчивые, удушающие. Естественно, наносите максимум пару пшиков, и вам его будет достаточно. Потому что на днях его опять забыла. Чуть давно не пользовалась. Нанесла пшика. Четыре. Муж мой, бедный, чуть не задохнулся в машине. Естественно, общая нота с Today есть. Шлейфовый, стойкий. Также в нем, одни говорят, что именно ирис цветы, другие говорят фиалка, третий говорят, что пион. В общем, кто во что гораст, и мед пишут, и почули в нем есть. В общем, ощущения жасмина у меня однозначно присутствуют. Люблю этот ароматик и рада, что он у меня есть. И появилась у него такая новинка, как Tomorrow Always. Красивый флакон, прозрачное, хорошее стекло, толстое. Приятно держать в руках и смотреть, стоит своих денег. Я видео снимала, говорила, что за сколько купила. Достойный аромат своей линейки. Стойкий, шлейфовый. Фруктово-цветочный. Опять же, с нотами от основного классического аромата Tomorrow. Но не такими удушающими, а более мягкими, приятными, носибельными для меня. В общем, я рада, что его купила. Звучит замечательно. Кстати, аромат считается выпущен в 2005 году. Еще восточно-цветочная группа. В нем и фрукты в виде персика, и бархатца, и перец, и почули, и малина. Вот малину пока еще никак не услышу. И сандалы амбра. Вот такой амбровый аромат. Розовое дерево, белый мускус. В общем, индийский жасми, чего только в нем нет. Также мне понравился и мужской аромат. Парный, Tomorrow Always. Достойное стекло, флакон. Пряный, мягкий, амбровый, анисовый, древесный. В общем, он такой восточно-древесного направления. Ну, мне кажется, менее насыщенный, чем женский аромат. Ну, в принципе, средней стойкости пока я уловила. Возможно, он будет прям сильно стойкий. Ну, не знаю, еще пока так. Я его носила всего пару раз на улицу. Он не сексовый. У меня там такие выскативаются. Не могу ничего себе поделать. Вот травяной какой-то чай, который заслащивается. Имеет ваниль, цветы, почули, естественно. Очень приятный, он играет. В общем, люблю этот аромат. Он мне очень понравился. Ну, хороший, достойный. Ну, и как-то из своих новинок последних в компании Иван Яни совсем поняла вот этот аромат. На чале он мне зацепил, понравился с первых нот. На видео я показывала свое первое впечатление, потому что распаковывала перед видео прямых флаконы. Понравился внешне. Все классно было. Эта новиночка считается 2021 года. И к 8 марта, как я понимаю, его осветили в каталогах. У него тут и ирис, и почули, и розовый перец, жасмин, бразильская гордения. Шипрово, цветочный, интересный аромат. Мягкий такой шипр, легкий. Он мне зацепил какие-то ощущения каких-то ягод. Вкусненький какой-то в чем-то. Какая-то легкая кислинка. Очень даже ноты схожи у него с падневалевская рубия. Вот общие ноты я почувствовала. Но рубия там вкуснее и более съедобный аромат. Более гурманский. Здесь же, конечно, нет. И вот эти яркие ноты, первые, которые мне понравились. Я думала, что они дальше будут продолжать играть. И они когда-то так стихли. Он мне показался полоским. У него, в принципе, мало носила. И вообще он куда-то испарился. И база, единственное, что мне еще понравилось, что нет у него ни бензина, ни дикой химозности, которая бывает в других арматах и Иван. И не очень заслачивается приятненькая такая ванильная база. База у него хорошая. Сам аромат, я так и не поняла. Я его особо не разнашивала. Но какой-то он потерялся на мне. Куда-то делся. И то, что я услышала вначале, все развеялось, улетучилось. И сказала мне, до свидания. И хотя бы база была бы яркая, насыщенная. Она приятненькая. Но она такая слабая, что ее, чтобы услышать, надо просто носом воткнуться в ткань. Иначе вы ее просто не услышите. То есть, вообще, какой-то невнятный аромат для меня оказался. И, по сути, я расстроилась. Нравится только флакон. Как вам. Возможно, вам он нравится больше, нежели мне. А, возможно, ему надо настояться. Он покажет свой характер. Но это время покажет. Чуть не пропустила инкадесанс. Вот такой весенний ароматик. У меня именно ассоциация у него этого шарика идет. Вообще, можно круглогодно, конечно, носить. Но мне хочется именно весной. Я предвкушаю, что весной это и буду его носить. Очень милый шарик. Необычный флакон. Нравится мне вот это все-таки матовое стекло. Это классический аромат Эйва. Ну, в линейке инкадесанс. Много говорить о нем, думаю, не стоит. Потому что все знают солнечный, цветочный весенний аромат. Теплый. Сюда входит и мимоза, и ландыш, и роза. И лилия, и жасмин. Масло жасминовое. Естественно, мускусный, гвоздик. А древесные нотки также есть. Еще и персик. Многим здесь мерещится опять нота ретро. Ну, возможно. Но для меня он совершенно не ретро. Он очень приятный, офисный. Аромат на каждый день. Немножко в нем проявляется, когда он не настоялся, я начала в нем сливочность чувствовать. Легкую такую. Желтые цветочки. В общем, одним словом солнышко и весна. Также есть у меня целых три флакона. Вот таких интересных ароматов. Вот в такой вот интересной линейке. Как их тут правильно поставить. Я их покупала. Хотела раз слушать. Ну, естественно, в подарок сразу знаю, кому дарить. Вот. Потому что ароматики такие не для взрослых, а больше детские. Много говорить не вижу смысла о них. Они очень милые достаточно. Единственное, что мне не хватает здесь рисунка. Вот зачем делать вот такую пустоту, непонятно. Хочется ее даже чем-то расписать. Ну, вкладывайте какой-нибудь фломастер. И дети с удовольствием будут расписывать на свой лад. Здесь что-нибудь напишут. Либо кому в подарок дарят. Либо свои какие-то рисунки нарисуют. Какие-то оставят эмоции на вот этих стенках пустых и скучных и неинтересных. Почему бы не вложить сюда маркер подходящего цвета. Яркий, позитивный аромат. Замечательный, со средней стойкостью. Которые даже, возможно, чуть меньше средней стойкости, как мне показалось. Я их особо не разнашила, так как я их на подарок оставила. Должен пахнуть шоколадиком. Изначально я прям почувствовала ноты шоколада. Легкие, очень легкого шоколада. Но сейчас я не слышу никакого шоколада. Фруктовый аромат с кремовым таким оттенком. В самый раз эти ароматы все зайдут для школьниц. Дальше карамель и яблоко. Тут мне было разочарование. Хотелось услышать вкусную карамель с яблоком. Ярмарочную. Но здесь оказался зеленый яблочный аромат. Также фруктовый, также очень приятный. Единственное, что не очень праздничный, а такой поседневный. В школу девчонкам просто супер будет пользоваться. Не задушит, обволакивает аромат сам по себе. Такой кремовый, уходовый. Фруктовый. Не совсем скучный. Мускусный. Я надеялась, что Глэмстайн стайл будет отличаться. И будет уже что-то такое, знаете, покруче и повзрослее. Но он оказался таким же, на том же самом уровне. Я бы в них с удовольствием добавила, помимо фруктов, еще каких-нибудь конфетных нот. И больше ванили. Но тогда, если идти в школу, эти ноты будут раздражать всех вокруг учеников и учителей. Представляете, каждый ученик надушится, что будет твориться в классе. Тоже сладенький такой, позитивненький, мягенький. Амбровый. Капельку. Кремовые, уходовые такие ароматы. Отличные были бы ароматы, еще также для кремов для тела. Хотела побыстрее рассказать вам свою небольшую коллекцию об ароматах. Но три слова сказать, как-то это неинтересно. И затянулось в мое видео, уж извините. Сейчас быстренько добьем с вами миниатюрки. Их всего несколько штук. Аромат Rare Flowers. Ночная орхидея. По 10 мл ручки удобные. Вот так выглядит сам флакон. Все хотела купить, но так и не купила. Черная орхидея, золотая гордыня, горько-сладкий апельсин. Аромат достаточно тяжеловат. Скорее вечерний. Хотя многие днем такие ароматы любят носить. Меру сладок. С нотами гордыни. Опять же на любителям. Но я, в принципе, покупать его не буду. Так, есть у меня опять Evan Life. Классический аромат от Kinsos с цветочком. Я его открывать не буду. Тоже 10 мл. От Yves Duet. Двойные ароматы, которые вставляются в крышечку. Фиолетовый Sensual. Не буду уже сильно долго вспоминать. Уже время. Этот аромат мне больше понравился, нежели желтый. Такой некий сливовый аромат. Сладенький, более яркий, насыщенный. Ее мне нравится больше. И я его даже немножко поносила. И у меня здесь еще есть немножко ноты. Все же, я думаю, никому не мерещится. Мерещится только одной мне. Это виноградного вина. Легкие ноты. Все-таки это из-за был и тут проскакивают. Этим, в принципе, он мне и нравится. Только из-за этого я и приобрела эту миниатюрку. Яркий фруктовый. И дневной, и вечерний. Ну, полная версия мне не нужна. Также из старушек у меня есть Femme Exclusive. Этот аромат для меня не очень интересен, потому что он, ну, цветочный, какой обычный. Ничего особенного в нем не вижу. Он снят. И думаю, скоро появится в каком-нибудь новом флаконе. Также у меня есть два аромата в виде ручек 10 мл пачули и ирис. Это у нас линейка Artist 3. Считается какая-то нишевая, ну, люксовая точно. Вот эти ароматы, которые всем полюбились. Кому какие, я так поняла, что всем больше понравился ирис. А, зеленый даже аромат, который мне вообще не понравился в Магноле. Яркий, прекрасный старт и ужасно сверебящая нота, которая просто проедает мозг для меня. Поэтому я купила в ручках именно ирис и пачули. Пачули мне нравятся, потому что там пачули, которые я люблю. И там чувствуется роза. Они мягкие, приятные, ну, и не всем любимые. Достаточно стойкие. Ну, конечно, более цветочный, более яркий аромат. Вот это у нас ирис, любимчик всех. Здесь ирис, бергамот, ваниль. Он сладенький, он яркий, праздничный, вечерний одновременно. Ну, и на поседневку я его прекрасно могу носить. Мне он также нравится. И мне нравится, что у него замечательная стойкость. Единственное, что он, как и пачули, не уникален. Эти ароматы просто везде уже встречаются и в люксе, и в других, даже дешевых ароматах масс-маркетов. Естественно, разнятся качеством. В принципе, это все мои ароматы. Туалетные воды и парфюмерные. Так что спасибо за то, что терпение хватило. Видео-то досмотреть до конца, оно оказалось очень длинным. Пишите свое мнение, как вам они, что у вас есть. Всем до свидания, всем пока. Надеюсь, в моем видео вы отдохнули. И оно в чем-то оказалось для вас полезным.